Всем привет! Сейчас покажу вам классную квартиру. Не в новом доме, но с классным ремонтом. Хозяин вложился так, как надо. Ну и сейчас, конечно, требует тоже так, как надо. Условия съема этой квартиры непростые, но я его понимаю. Приятного просмотра! Покажу вам очень хорошенькую квартирку, в которой сделали изумительный ремонт. Смотрите, какая кухня. Этому дому где-то 30 лет, но вложились просто супер. Кухня с окном. Да, напротив стройка, но по этому поводу вообще париться не стоит, потому что она уже заканчивается, и там будут внутренние работы вестись. И хозяин поставил окна двойные. Шума здесь фактически нету такого, который мог бы быть. Такой салон большой. Два кондиционера поставил, чтобы была хорошая циркуляция воздуха. Вот такие прекрасные люстры по всему дому. Вид балкона нет, но можно сесть вот здесь и кайфовать. Посмотрите, какой хороший открытый вид из окна на Хадеру. Это морская сторона, там далеко-далеко море. Если встать на стульчик, то может и будет его видно еще. Да, пошутила хорошо, да? Это четырехкомнатная квартира. Коридорчиком идут комнаты. Одна – кондиционер. Вторая – два окна и кондиционер. Маленькая душевая. Это туалет, вернее, а душевая здесь. Она не особо маленькая. Тут еще будет душевая кабинка. Он поставит. Зеркало. Еще один туалет. Получается два туалета. И еще одна комнатка небольшая. Вот такая половиночка комнаты. Супер квартирка. Он хочет за нее, конечно, много. Он хочет за нее 4800 шекелей. Без балкона квартира. Но сейчас такие цены, что она уйдет за эти деньги. Потому что место очень хорошее. Улица центральная. Все под рукой. Квартирка в отличном состоянии. Дом качественный. Поэтому очень-очень стоит. Ваатбай здесь где-то 200 шекелей за два месяца. И орно на 900-950 за два месяца. Еще огромным плюсом, конечно, является то, что здесь такой двор внутренний. И тихо. Дом во дворе. Место зеленое, красивое. Квартира в центре. Уйдет быстро. Хотя просит он за нее, конечно, дофига. Но у него уже есть куча предложений. Кто-то предложил за год наперед оплатить. Кто-то предложил на полтора года сразу снять. Тоже гарантии предоставить. В общем, хозяин выбирает себе хорошего квартиранта. Если вы чувствуете, что вы такой, давайте вперед. Правда, он хочет двух гарантов. Либо одного хорошего. И еще банковский залог в размере двух месяцев. Очень вложился в эту квартиру. Я его прекрасно понимаю. На его месте вела бы себя, наверное, точно так же. Не хочется запускать всех подряд в хорошую квартиру. Ну, как-то так. А я поехала дальше. Смотреть менее хорошие квартиры. А что ж поделаешь. И это надо. А это мой новый транспорт. Дрын-дрын-дрын-дрын. Поехала. Шутка. Но прикольно. Если вы около старых домов в Израиле, вы видите вот такие таблички, что дом будут сносить. Это не значит, что дом будут сносить немедленно. На это может уйти пять лет. И как минимум два года. Поэтому пусть ваши такие таблички вас не пугают, что вы заселитесь. И вам придется съезжать среди года, потому что дом сносят. Владельцы прекрасно знают, когда будут сносить их дом. Потому что когда это уже такие окончательные этапы, то они получают письмо от застройщика. Где прописано уже четко, что через два года, вот точно-приточно, или через год дом будут сносить. И тогда уже хозяин всегда в договор пропишет пункт, что вы знаете, что дом будут сносить. И что хозяин вас предупредит там за три или за четыре месяца до конца аренды. Или до того срока, когда дом будут сносить. О этом факте. Все мечтают, чтобы его вот такой вот старый дом снесли. И взамен получили новый. Но в Израиле это движется, конечно, достаточно быстро. Но не так быстро, как хотелось бы. В Хадере сейчас тоже работают над двумя огромными проектами по сносу домов. Но это тоже возьмет еще кучу лет. Хотя в новостях об этом уже пишут. А для владельцев это только повод поднять цены на свои трущобы, если они решили их продавать вот так вот. А еще в этом же видео добавлю, что если раньше репатрианты меня спрашивали, сколько времени нам надо для поиска квартиры в долгосрочную аренду. И я говорила недельку-две, то есть снимайте квартиру на краткосрочный срок, там, на две недельки этого достаточно. То сейчас, к сожалению, этого недостаточно. И поэтому я говорю, что минимум месяц. Особенно если вы ищете квартиры в хороших домах. Четырех-пятикомнатные, с балконами, с лифтом. Потому что такая ситуация, что нет практически немедленного вселения, это раз. И во-вторых, вы приезжаете неподготовлены. То есть, с одной стороны, вам разрешают сюда въехать. Но при этом порой дают только теудат-оле. У вас нет даже временных теудат-зеутов. Вы не можете сразу же побежать открыть счет. Кому-то это удается. А большинству говорят, возьми очередь, закажи очередь в банке, приди. Тогда мы тебе откроем. Тогда чеки. Тогда это все затягивается. Если вы из России и вы хотите дорогую квартиру. Появляется проблема, как положить деньги на израильский счет. Как перевести деньги из России. А их надо и надо немало. Потому что для хорошей квартиры нужны денежные залоги. И это в размере, допустим, трех месяцев. Если квартира стоит 5000 шекелей в месяц. То денежный залог минимум 15 тысяч тебя потребует. Тебе надо, чтобы эти деньги уже были на счету. И ты не можешь провернуть это все за 1-2-3 дня. Тебя это берет порой недели. И бесполезно также искать в первые же дни приезда квартиру. Потому что с одной стороны, окей, ты можешь ходить смотреть. Но с другой стороны, ты никак не можешь ее забронировать. И приходит еще несколько. Они выбирают, а ты остаешься опять без квартиры. Хотя ты уже как бы что-то там смотришь. Хозяин не воспринимает тебя как серьезного квартиранта. Когда у тебя даже чеков еще нет. Или денег, что ты в залог можешь оставить. То есть, поэтому вот такая вот ситуация. И с хорошими квартирами такие беда. Потому что реально я последним временем только об этом и говорю. Конкурс, конкурс. Квартиры улетают как пирожки. Условия съема очень жесткие. И да. И квартиры надо выискивать как бриллианты. Это все усложняет процесс. Ну а я поехала дальше по делам. Всем спасибо за просмотр. И пока-пока.